425 лет со дня основания исполняется в этом году Малому собору Донского монастыря в Москве. Главным событием празднования юбилейной даты будет Великое освящение собора Святейшим Патриархом Московским Евсеяруси Кириллом. Оно состоится 11 сентября. О том, как проходит подготовка к юбилею одной из древнейших церквей Первого престольного града, в нашем следующем сюжете. Малый собор Донского монастыря, построенный в 1593-1996 годах мастерами боярина Бориса Годунова, уникальный памятник архитектуры столицы. Здесь молились русские цари, погребены православные соотечественники, собраны древнейшие иконы обители. Каждая эпоха вплоть до конца 20 века оставляла свои следы, за которыми исчезали черты этого уникального творения русских зодчиков. В преддверии юбилейной даты, 425-летия собора, по благословению наместника монастыря и епископа Парамона, в течение двух лет здесь проводились серьезные реставрационные и ремонтные работы. Реставраторы, художники принимали активное участие в придании этому собору первоначального вида. За основу был взят, скажем так, храм, памятник 17 века. И вот все, что бы соответствовало именно этой эпохе, этому времени, по возможности воссоздавалось. За несколько веков грунт вокруг храма медленно поднимался, а сам собор как бы врастал в землю. Чтобы вернуть исторический вид церковному зданию, строителям пришлось как снаружи храма, так и внутри его, на 80 сантиметров срезать культурный слой, освобождая древнюю святыню от земляного плена. Те, кто помнит, входя в храм, чувствовалась такая приземистость его, как будто в некоторое такое очень низкое помещение уходишь. Сейчас, после реставрации, если войти в храм, увидим, что храм вырос на глазах, он стал действительно монументальным, как храм-памятник. Особенно четверик, вверх, если смотреть, кажется, что это очень величественный изнутри собор. Реконструкция коснулась и внутреннего убранства малого собора. Увидеть все изменения посетители его смогут лишь после великого освящения святейшим патриархом Кириллом. Иконостас восстановлен, опять же, по образцам 17 века, тябловый иконостас. Сделаны различные киоты для икон, которые были в этом храме, в едином стиле. Такой очень стиль близкий тоже к резьбе 17 века. Донской монастырь приглашает православных братьев и сестер принять молитвенное участие в Патриаршем Великом Освящении Малого Собора. Оно пройдет в воскресенье 11 сентября в 7.45, а продолжится праздничной литургии с участием святейшего в Большом Соборе Донского монастыря. Субтитры создавал DimaTorzok